МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако экономическая обоснованность предлагаемого тарифа вызвала вопросы и у депутатов, и у жителей. По словам представителей Ассоциации Совета многоквартирных домов Сарова, управляющие компании не предоставляют в полном объеме отчеты по потраченным средствам. Как можно повышать тарифы даже на сотую процента, не понимая, на что тратятся деньги? До 2015 года еще можно было анализировать годовые отчеты управляющих компаний. Там была какая-то конкретика. Мы, анализируя эти отчеты, отмечали приписки, завышение объемов и оценивали, что две трети средств куда-то пропадали. Теперь же, как говорит Наталья Калиновская, в отчетах не указываются конкретные работы, их объемы и стоимость. В течение года не выполняются должным образом акты приемки выполненных работ, и разобраться, за что жители платили деньги, невозможно. Информация, которая размещена на сайте управляющих компаний, это просто, ну, там, знаете что, там по крупным видам работ указывается сумма, например, электрооборудование, электроснабжение дома, да, и указывается сумма 62 348 рублей 58 копеек, с точностью до копейки, понимаете? И никаких разбивок на конкретные работы, тем более актов нет. О том, что в реальность управляющим компаниям требуется на содержание жилья гораздо меньше денег, чем они собирают, говорил и председатель дома 15-Б по улице Шверника Алексей Подсезерцев. Этот дом два года живет по индивидуальному размеру оплаты содержания жилья центру ЖКХ. Эта плата на 30% меньше той, что установлена администрацией. Проанализировав отчеты на сайте его управляющей организации, он пришел к выводу, что средств на содержание дома осваивается меньше, чем взимается по тарифу, предложенному администрации. Независимо от степени благоустройства, процент освоения средств, которые установлены администрацией по данным типам домов, он значительно ниже, чем 100%. В среднем это 84%. Основной управляющей компанией нашего города средств для надлежащего содержания помещений своего жилищного фонда достаточно. С другой стороны, в прошлом году тариф не повышался, а сегодня его предлагают индексировать на минимальную сумму. Мы понимаем, что в сфере ЖКХ тоже работают люди, и они тоже хотят, чтобы им хотя бы на 4% в год, как и всем нам, поднимали зарплату. Они тоже этого хотят. Они тоже хотят, они ходят в те же магазины, извините меня, и расплачиваются теми же деньгами. Но мы им отказываем в этом удовольствии сегодня. Как я понимаю, много предложений звучит именно в этой сфере. В ходе обсуждения поступило предложение добавить в положение по тарифам строку об изменении стоимости услуг в соответствии с индексом потребительских цен. И управляющие компании на основе этого решения смогут самостоятельно индексировать такую плату. Жители, если они не согласны с данным тарифом, если они не согласны с индексацией ежегодной на основании того индекса, который устанавливает правительство Российской Федерации, дальше они уже, как вот по положительному опыту Шверника 15-Б, идут и договариваются с управляющей компанией, или с другой управляющей компанией, у нас все-таки рынок будем отмечать, с другой управляющей компанией, а в том тарифе, который их устраивает. Поэтому предлагаю сейчас проект решения отклонить, повторно его рассмотреть на комитете с моими предложениями. Предложенный администрацией проект согласования размера платы за содержание жилого помещения депутаты большинством голосов отклонили и отправили на доработку. Храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» это первая церковь в Саровской пустыне. День его освящения считается днем официального основания монастыря. Храм построили всего за 50 дней с помощью жителей окрестных деревень. Они же приносили церковные утварь, иконы, книги и колокола. Саровская обитель послужила русской земле своими духоносными станциями. И через эту святую обитель в святах людей созидалась святая Русь. Сегодня монастырь Саровской пустыни известен прежде всего тем, что здесь жил и служил Серафим Саровский, старец, монах, отшельник, которого знает весь мир. Потому что преподобный Серафим оставил такое наставление, такую силу духа, которая помогает каждому протекающему, желающим к нему найти свою дорогу к Богу в своем сердце. Вместе с представителем Нижегородского духовенства на богослужение молились прихожане Саровских храмов. Во-первых, меня переполняет радость и счастье, что здесь восстанавливается исторический облик, во-первых. Во-вторых, то, что наш город наполняется святым духом просто-напросто. Установление монастыря очень важно и как для граждан Сарова, так и для России в целом. То, что восстановление монастыря будет, скажем так, привлекать паломников, которых сюда будут пускать. То есть и город приобретет, возможно, такой туристический статус. Точная дата полного восстановления храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» пока неизвестна. В этом году на конкурсе «Моя законотворческая инициатива» наш город представляли воспитанники молодежного центра Никита Михалев и Максим Козлов. Тема, поднятая ребятами, касалась платы за лифт в многоквартирном доме. С 1 января в нашем городе платить за него стали и те, кто им не пользуются – жители первых этажей. Это вызвало большой резонанс среди жителей нашего города. И инициативная группа горожан обратилась с письмом в городскую думу города Сарова. Об этом нам рассказал депутат городской думы Антон Сергей Чульянов. И нам стала интересная тема, и мы решили подробнее ее разобрать, подняли конкретные вопросы и нашли пути ее решения. Вместе с саровчанами за победу боролись ученики спецшкол, студенты колледжей и вузов со всех уголков нашей страны. Их законотворческие инициативы оценивали доктора и кандидаты наук, юристы и кадровые офицеры. Они внимательно нас выслушали, предложили, как нашу работу воплотить в жизнь, что нам лучше сделать для этого. Помимо знаний в сфере законодательства, ребята приобрели практические навыки, которые пригодятся им в дальнейшей работе. Данная тема, хотя она и носит чистый исследовательский характер, но она объединила в себе разные этапы работы. Это было и конкретное общение с живыми людьми, это было анкетирование, это были соцопросы. По итогу мощного этапа ребята получили дипломы второй степени. Их проект вошел в сборник тезисов работ участников конкурса «Моя законотворческая инициатива». Торжественную церемонию награждения традиционно посвящают Дню российского предпринимательства. С праздником саровских бизнесменов поздравили представители городской думы, администрации, ядерного центра и торгово-промышленной палаты области. Главный приз конкурса и звание «Предприниматель года» присуждались по итогам голосования саровчан. Я хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы действительно проводите, такую важную и значимую работу в нашем замечательном, довольно-таки непростом для ведения бизнеса городе. Уже не первый год в нашем городе существует ассоциация промышленников и предпринимателей. На сегодняшний день в ее состав входит около 40 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. В ассоциации оказывают юридическую помощь в содействии в оформлении документов и проводят консультации в сфере налогового законодательства. Одно из приоритетных направлений – включение представителей саровского бизнес-сообщества в конкурсные процедуры госкорпорации «Росатом». Предпринимательство, склонность к нему и умение работать с собственным делом – это определенный талант, это большая ответственность, которую вы несете не только за свое дело, но и за тех людей, с которыми вы работаете и для которых вы являетесь работодателями. Прорыв года, семейный бизнес, женщина-предприниматель, бизнес для детей, стабильность и развитие в сфере пищевой промышленности, промышленность и производство. Претенденты на звание «Предприниматель года» боролись за победу в девяти номинациях, отражающих различные стороны и направления бизнеса. Мы с вами часто встречаемся в разных форматах и спорим, и пытаемся решать ваши проблемы, ваши вопросы. Что-то получается, что-то не очень. Победители конкурса определяли в два этапа. Тройку финалистов в каждой из девяти номинаций выбирали эксперты. В их состав вошли представители городской думы, администрации, руководители учреждений, активно взаимодействующих с предпринимателями и инициативные горожане. Эксперты абсолютно здесь были независимые. И самую большую роль сыграли наши жители, потому что самое большое количество голосов было набрано как раз при выходе на улицы нашего города, в торговые центры. На торжественной церемонии, посвященной Дню российского предпринимательства, представители саровского бизнеса наградили благодарственными письмами и грамотами. За высокий профессионализм в строительном деле и за весомый вклад в развитие жилищной инфраструктуры города была отмечена компания «Саровинвест». Конец учебного года – это время подводить итоги проделанной работы, анализировать допущенные ошибки и благодарить педагогов и учеников. В центре внешкольной работы воспитанники подготовили для своих наставников шуточную сценку экспромт о том, как происходит процесс обучения в клубах по месту жительства. Педагоги тоже не остались в долгу и высказали теплые слова благодарности своим ученикам. Мы радуемся, что вы такие у нас хорошие, приходите к нам каждый день, радуете нас своим появлением, лучезарные, цветущие, иногда немножечко плачущие. Вам нужно вытереть нос, вам нужно, так сказать, вытереть слезки, а кого-то надо поддержать. А кто-то такой интересный расскажет, что с вами ужить хочется. Я ведь правильно говорю, Добойки? На итоговом собрании отметили плодотворную работу активистов Центра внешкольной работы. За особые успехи в обучении, творчестве и спорте им вручили дипломы и памятные подарки. Он действительно был очень интересным и очень насыщенным. У каждого объединения, а вы действительно все разные. Дмитрию Евтайкину из клуба Греции пришлось выходить несколько раз. В сценке он играл роль лоботряса, затем получал диплом по итогам года и вместе со своими товарищами по клубу представлял макет эмблемы Содружества клубных активов «Сила». На ней ребята изобразили Центр внешкольной работы большим муравейником, а воспитанников и педагогов его трудолюбивыми обитателями. Автором идеи был я, вместе с моим другом Павлом. Мы собрались на тренировки и обсуждали эмблему, кого возьмем за основу. Всего было представлено шесть макетов эмблемы. Активисты клубов, презентуя свои проекты, подробно рассказывали о символах, которые взяли за основу. Выбирать лучшую эмблему будут голосования в сети интернет. И уже к новому учебному году Содружество обретет свой отличительный знак. Пятерых старшеклассников из разных школ города в этот день объединило одно событие – получение паспорта гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке. Выбор пал на них не случайно. У них отличные успехи в учебе, спорте и творчестве. Также ребята приняли участие в конкурсе «Мы граждане Российской Федерации». И они рассказали, почему достойно быть гражданином Российской Федерации. В основном эти дети социально активные, участвуют во всех делах школы, города. Поддержать своих детей пришли родители и педагоги. Для них торжественная церемония была не менее волнительной, чем для подростков. Для нас, конечно, выпала огромная честь получить в торжественной обстановке паспорт. Старшего, конечно, ребенка у меня такого не было. То есть мы, конечно, очень волновались. Дочка плохо спала даже сегодня. Начальник Саровского УВД объяснил старшеклассникам правила хранения паспорта, а также напомнил об ответственности, которой наступает с 14 лет. Галина Ткачук живет на Ушакова 20 всего два года и сразу обратила внимание, что двор совершенно не приспособлен для комфортного отдыха. С учетом того, что в доме в основном живут пенсионеры, средний возраст которых 70 лет, то их выход на улицу становится небезопасным. Но еще желающих выйти на улицу, подышать, пообщаться. Это значит, какие-то лавочки. Лавочки, чтобы было удобно сидеть, потому что кружится голова, падают наши пенсионеры. По вопросу замены скамеек и установки урн Галина обращалась в департамент городского хозяйства в апреле прошлого года. В письменном ответе ей порекомендовали стать участником адресной программы по благоустройству, которая формируется ежегодно по заявкам депутатов городской думы. В чем вообще странно было, я говорю, но депутат-то мы выбираем не для урн, понимаете? Значит, это что же теперь в городе, чтобы установить урну, нужно запланировать ее за год, а теперь выходит не запланированно, так за сколько лет нужно запланировать урную поставить, лавочку поставить для наших заслуженных пенсионеров? Как нам пояснили в департаменте городского хозяйства, о проблемах дворовой территории Паушакова-20 знают и держат ситуацию на контроле, но в этом году деньги в рамках адресной программы по благоустройству городских территорий были направлены на установку мафов в других дворах округа, а на Ушакова-20 в ближайшее время лавочки будут отремонтированы. Во дворе Ушакова-20 в скамейке есть две штучки, одну просто покрасит в этом году, одну я дала указание в ближайшее время заберут в ремонт, то есть ее отремонтируют, покрасят и вернут на место. Что касается замены скамеек на более комфортные и удобные сооружения и установки дополнительных урн, то это произойдет при наличии дополнительного финансирования за счет экономии по другим проектам. Мы планируем, если у нас будут какие-то дополнительные средства, например, экономия по торгам бывает такое, то, понятно, в первую очередь поставим там скамейку, еще одну дополнительную и дополнительные урны. Если нет, тогда на следующий год. Еще одной проблемой была заросшая травой площадка. Пока репортаж готовился к выходу в эфир, сотрудники коммунальных служб траву скосили, а замену песка в песочнице обещали сделать до середины июня. Для здорового человека не составит труда перешагнуть три ступеньки и обойти разбитые плитки тротуара. Но когда возможности ограничены полученной травмой, то это расстояние становится полосой препятствия. Год назад Алексей Копров начал борьбу за право свободно выезжать из подъезда на инвалидной коляске. Я разобью здесь. Пандусы были установлены только после обращения в прокуратуру. Но они оказались совершенно бесполезными. Угол наклона слишком крутой, к тому же подъехать к первому спуску Алексей не может. Мешает установленная на бетонных блоках скамейка. Второй пандус ведет прямиком к ограждению водостока. Вот спусти здесь и попробуй туда, в бордюр. И туда. Там разбитое все. Алексей не рискует здоровьем, не спустившись с коляски, просто сползает со ступенек. А дальше еще одно препятствие – разбитый тротуар. Даже с посторонней помощью ему очень сложно преодолеть выбоины. Колеса постоянно застревают в разрушенном покрытии. Как нам пояснил руководитель Саровского общества инвалидов, управляющий компанией недобросовестно выполнил работу по установке пандусов. Я сам видел эту ситуацию, проехал, посмотрел, подошел к этим пандусам. На самом деле пандусы изготовлены для галочки. Просто, чтобы пользоваться ими невозможно. Равенство прав и свобод человека за прессоциальной дискриминации закреплены в Конституции Российской Федерации. Закон о социальной защите инвалидов устанавливает, что граждане с ограниченными возможностями здоровья должны иметь свободный доступ к жилью и общественным объектам. А местные власти обязаны обеспечить доступ человека с инвалидностью в здание города. Любые такие переделки, какие где-то делаются, где-то делаются как улучшение, где-то делаются для доступной среды, они должны проходить соответствующую сертификацию, либо просто, как они, если нет специалиста, которого можно вызвать эту сертификацию, можно обращаться в общество инвалидов. Саровское отделение Всероссийского общества инвалидов оказывает помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают трудности в той или иной сфере жизни. Рассказать о своей проблеме и получить рекомендации о том, как дальше действовать, можно по телефону 3-50-11. Каски, снаряды, лопаты, котелки и другие предметы быта солдат Красной Армии. Эти экспонаты времен Великой Отечественной войны нашли студенты СПТ в ходе раскопок вахта памяти, которые проходили в Демьянском районе Новгородской области. За три недели участники поискового отряда, в которые вошли в Саровчане, нашли останки 18 военнослужащих, часть из которых уже удалось опознать и торжественно перезахоронить. Сподвигся в интерес, просто было интересно, что это такое, попробовать себя, ну и патриотические какие-то мысли, потому что деды воевали как бы не просто так. Евгений Халявин заканчивает первый курс. На предложении поучаствовать в поисковом отряде согласился, не раздумывая. Юноше хотелось прикоснуться к истории и отдать дань памяти тем, кто погиб на полях сражений. Евгений рассказывает, что жить приходилось в непростых условиях, а при раскопках следовать четким правилам. Сначала ходим с металлоискателями, после, если находим какой-то медальон, либо ложку, либо каску, обкапываем это место, там, 3 на 3 метра, и уже потихонечку начинаем собирать. Если находим кости, то сразу все они вытаскиваем, чтобы можно было представить картину, как вообще проходил сам бой, либо, ну, как умирает этот человек. Информация о прадедушке Данилы Шутова зафиксирована в книге памяти героев войны Перевозского района Нижегородской области. Много интересных фактов из биографии родственника студент узнал от своей бабушки. Самое, наверное, эмоциональное для меня это. Я узнал, что мой дедушка встретился случайно со своим отцом на войне под Берлином. Историческая конференция, посвященная биографиям участников Великой Отечественной войны, прошла в Саровском политехникуме впервые. Студенты представили 11 докладов. При подготовке к выступлению юноши и девушки на практике изучили все этапы создания исследовательской работы. Они проводили исследовательскую работу, то есть методом интервью родственников, поиском на сайте, в архиве, узнавали о родственниках своих, не только ветеранах войны и тружениках, ты и узниках, концлагерей, блокадников, кто попал в блокаду Ленинграда. По итогам конференции лучшие исследовательские работы студентов были отмечены дипломами и памятными подарками. Праздник погранвойск начался с торжественного митинга у фонтана на проспекте Мира. Тех, кто нес службу, защищая границы нашей Родины, поздравили представители Думы, администрации, Советы ветеранов и воинской части. Затем юбиляры активисты Саровской общественной организации ветеранов пограничной службы получили памятные медали. Среди награжденных – Роберт Бармасов. Семь лет своей жизни он отдал службе в погранвойсках на Балтике и Черном море. Служба сама с собой шла все время на линии границы, а так помогали спасать людей. Задерживали иногда пловцов-любителей, которые за границу, рыбаков, особенно турецкие, турки любили в наших водах ловить рыбу. Каждый пограничник может рассказать интересные истории, которые происходили во время службы. Роберт Аркадьевич вспоминал, что однажды американский транспорт ушел без санитарного досмотра, и советские корабли отправились на его задержание. Из-за этого был международный скандал, между прочим. Он ушел без разрешения, а из нейтральных вод передал по громкой связи, то есть на все станции, что его обстреляли советские пограничные корабли. Я помню, дело дошло до Хрущева, комиссии, приезжали, все разбирали. Сегодня организация ветеранов погранвойск насчитывает 56 участников. Для каждого из них и того, кто служил много лет назад, и того, кто вернулся домой недавно, сегодняшняя дата – это не только повод собраться вместе и наметить планы на будущее, но и рассказать о себе тем, кто не знаком с их службой. Просто мы чтим, соблюдаем и стараемся сохранить традиции и обычаи пограничных войск своим примером, своей работой. После торжественного митинга ветераны пограничных войск возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, чтобы почтить память тех, кто не вернулся со службы и погиб, исполняя свой долг. Отделение общественной организации «Дети войны» появилось в Сарове гораздо раньше, чем в столице региона. В мае 2014 года пенсионеры с 28 по 45 годы рождения решили присоединиться к общероссийскому движению. Областное управление появилось только через два года. Сегодня отделение существует в 49 районах области. Конечно, работают не все, скажем, с одинаковой отдачей, эффективностью, но я не лукавя хочу сказать, что Саровская городская организация у нас одна из самых активных, результативных, творческих организаций. Общественная организация отстаивает права и интересы советского поколения детей, которые ощутили на себе все тяготы и лишения военных лет. Главная цель – это принятие закона об особом статусе этих пенсионеров, а также материальная поддержка со стороны государства. За семь лет существования общественной организации в Госдуму вносили пять проектов, но на федеральном уровне закон так и не приняли. В 22 регионах приняты местные законы о детях войны, а в 19 тоже законы, которые признают просто статус. Нет денег, я понимаю, да, денег, но статус есть, а это очень важно. Несмотря на то, есть статус или нет, пенсионеры ведут активную общественную работу, участвуют в различных городских мероприятиях и занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Уже два года на базе лицея номер 3 идет совместный проект с Департаментом образования «Дети войны. Дети победы». На собрании, посвященном пятилетию Саровского отделения, председателю вручили благодарственное письмо главы города. Держите, можно пожать руку? Спасибо. На юбилейном собрании подвели промежуточные итоги деятельности Саровского отделения и наградили памятными подарками активных участников организации. Из года в год количество участников программы «Собери портфель пятерок» растет. Увлеченные учебой школьники активно в нее включаются. Если в прошлый раз до финала дошли около 170 участников, то в этом году их количество заметно увеличилось. Портфель пятерок по итогам учебного года собрали 232 человека. Ученики седьмых, десятых классов, лицеев, гимназии и общеобразовательных школ. Кто-то из вас круглые отличники, кто-то имеет пятерки по профилирующим предметам и не ниже четверки по остальным. Для нас это крайне важно, потому что вы наши золотоносные, вы наш будущий золотой фонд, вы наши будущие медалисты. И гордость Сарова. Среди тех, кто получил заветную награду, ученица гимназии номер 2 Анастасия Конкина. С первого класса она учится на одни пятерки. В этом году, перейдя в седьмой класс, смогла присоединиться к программе и получить награду за свои успехи. Учиться на пятерке – это сложно, но меня это стимулирует, потому что в будущем я хочу поступить в хороший институт. И для меня это… ну, мне это надо. В этот вечер вместе с отличниками на сцену поднимались и их родители. Именно они внесли большой вклад в успешную учебу школьников, доказав детям, что сегодня пятерка – это не только оценка уровня знаний, но и показатель целеустремленности. Умение учиться – это очень важная компетенция в современном мире, которая очень быстро меняется, технологии меняются. Это важная компетенция, которая также нужна, как современные цифровые компетенции, как знания родного и иностранных языков. Школьники-победители программы получили медали и дипломы за успешное окончание учебного года с полным портфелем пятерок. А их родителям вручили подарок и открытки с благодарностью от директора ядерного центра за достижение воспитания детей. Активист клуба «Восход» Данила Ларионов уже давно распланировал свои каникулы. Этим летом он будет работать в команде на дворовой площадке, обещая, что будет много новых конкурсов и увлекательных мастер-классов. Готовим мероприятия на каждый день, чтобы развлекать детей новыми играми, интересными играми, чтобы им было, что запомнить от этого лета. Песены и танцевальные флешмобы, подвижные игры, спортивные соревнования и много других интересных и увлекательных занятий приготовили для юных стравчан активисты и педагоги Центра внешкольной работы в рамках проекта «Дворовая практика». Это будет спортивная площадка. Больший упор будет на спорт. Если мы говорим про Московскую 21, то там в основном творческая площадка. Мы не должны забывать, что это год театра. Поэтому все будет посвящено театру. Арт-объект, эта площадка будет как арт-объект, и ребятам будут предложены различные мастер-классы и творческие задания. А еще одна площадка на силке на 20, она также будет посвящена здоровому образу жизни. Новшеством этого года станут летние дачи. Это краткосрочная программа только для воспитанников Центра внешкольной работы. Педагоги предложат ребятам разнообразные формы деятельности, мастер-классы, соревнования, конкурсы. А подростков приглашают в трудовые лагеря. Ребята, которые будут в трудовых бригадах работать, это портные и подсобные рабочие, которые выполняют заказ города. Одни шьют костюмы для городских мероприятий, а другие делают реквизит для городских мероприятий. В течение июня месяца они работают на базе двух клубов – это «Здоровье» и «Чайка». Также в этом году планируется открыть дополнительные площадки на стадионах 13-й школы и 2-й гимназии. На этих объектах, а также на хоккейной коробке по улице Куйбышевой, педагоги будут организовывать футбольные команды. На дворовых площадках ребят ждут с понедельника по пятницу с 4 дня до 8 вечера. Для саровских лыжников лето – не время для отдыха и расслабления. Чтобы добиваться высоких результатов на лыжне, упражняться нужно круглый год. Предстоящие три месяца для любого спортсмена – это пора активных тренировок и подготовки к крупным соревнованиям. Летом ребята выезжают на сборы. Это лесная поляна. Кто-то остается здесь в городе, проходит тренировочные сборы. И традиционно в июле месяце, а в этом году это 20 июля, мы проводим открытое первенство города по лыжероллерам на призы администрации. Открыл летний сезон кросс лыжников. На старт вышли как совсем юные воспитанники спортивной школы, так и те, кто уже несколько лет посвятил усиленным тренировкам. Маргарита Болякина ходит в спортивную школу 4 года. Не все задания даются девочке легко, однако она не сдается. К открытию летнего сезона Рита готовилась серьезно. Некоторые дни бегали, и бегали полторашки, много, бегали тройки с половиной и шестьсот метров. И постоянно делали разминку, чтобы подготовиться к этим соревнованиям. Маргарита и дальше хочет продолжать заниматься лыжными гонками и побеждать в крупных соревнованиях. Понимая, что секрет успеха любого тренировочного процесса, регулярность и постепенность, Рита следует нескольким правилам. Часто очень ходить на лыжную базу, готовиться, очень хорошо тренироваться, и есть полезную пищу, и быть таким человеком, который хочет этого достичь. То есть хочет участвовать везде, хочет побеждать. Маргарита вместе с своими ровесниками бежала дистанцию полтора километра. Это же расстояние должен был преодолеть Илья Сергеев. Мальчик долго готовился к соревнованиям, чтобы показать лучший результат. Мы как бы показываем свои умения, почему нас научил тренер за какое-то время, от соревнований до соревнований. Илья стал первым в своей возрастной группе. Вместе с другими победителями и призерами он получил диплом и сладкий приз от организаторов весеннего кросса лыжников. Воспитанники студии «Задоринки» представили на суд-жюри 9 танцевальных постановок в различных стилях и направлениях. В том числе новый номер «Барадвейский джаз» в исполнении Дианы Кукушкиной. Для девушки это был дебют в качестве сольной исполнительницы. Я понимала, что это мой самый первый раз, самый первый показ номера. Честно, я не ждала от него каких-то больших успехов сразу, потому что я понимала, что все-таки где-то недоработала, где-то что-то не так. Но я очень сильно обрадовалась, когда узнала, что заняла третье место. Для меня это была огромная честь. Среди других наград коллектива «Задоринки» диплом первой степени за народный танец, звание лауреата второй и третьей степени. Для коллектива, который только третий раз принимает участие в конкурсе «Крылья», это большое достижение, поскольку конкуренцию им составляли ведущие танцоры страны. Приходилось танцевать на одной сцене с заслуженными коллективами, с образцовыми, с театрами танцев. То есть коллективы, которым уже по несколько лет, несколько десятков лет. И во главе таких коллективов, как правило, стоит целая команда. То есть это руководитель, это отдельный человек, это репетитор, постановщик. Учитывая серьезную конкуренцию, такое количество званий и наград стало сюрпризом и для руководителя студии, и для юных танцовщиц. Их коллектив самый лучший, уверен Задоринки, а секрет успеха в слаженной работе всех участниц. Эта победа дает нам стимул к новым победам, открывает новые стороны танца. Сейчас Задоринки готовятся к очередным выступлениям. Увидеть как новые, так и давно любимые номера коллектива на большой сцене соровчане смогут на предстоящих летних праздниках в нашем городе.